Роберто Сантьяго. Детективы-футболисты. Тайна семи голов. Первое. Если мое сердце будет биться так сильно еще хотя бы какое-то время, оно просто выскочит из груди. Никогда в жизни я не бегал так быстро. Когда мне дают длинный пас, я должен убежать от защитников и перехватить мяч у вратаря. Я мчусь изо всех сил. Изо всех. Но так как сейчас, я не бегал еще никогда. Я уже даже не помню, с чего все началось. Так долго длится этот марафон. Мои мышцы покалывало от боли. Мои легкие горели. Но я не могу остановиться. Беги, беги, беги. Я смотрел назад и видел ее. Сейчас она догонит меня. Ее лицо раскраснелось. Она вспотела, тяжело дышала. Волосы ее были всклокочены, как у сумасшедшей. Но ей все равно. Если уж то взбрело в голову этой женщине, ее уже никто не остановит. «Давай, Франциско, не останавливайся!» Кричала моя мама. Не сбавляя скорости, я бросил еще один взгляд в ее сторону. Никогда еще я не видел ее такой. Красное от напряжения. Она бежала, да еще как. Мама, оказывается, тоже бегают. А моя еще и сверхъестественно быстро. Я ускорился. Но мама меня догнала. Она неслась так, будто убегала от лавины. И довольно скоро оставляет меня позади. «Франциско, не расслабляйся! Еще чуть-чуть!» Закричала она. Люди на улице раступились. Некоторые из них были напуганы. Поосторожнее, кричали они нам. Нельзя вот так передвигаться по городу. Еще немного, и мы снесли бы сеньору, которая толкала продуктовую тележку. В самый последний момент, когда моя мать как пуля пролетела мимо, женщина резко отодвинула корзину с покупками в сторону. Тележка неслась в мою сторону. Сейчас она собьет меня с ног. Я попытался отпрыгнуть, но нога как назло. Попала в колесо. Спотыкаясь, я кое-как вытащил ногу. И в этот момент потерял равновесие. Еще секунда, и я рухнул бы на землю. Но тут появилась мама. Она перехватила меня за мгновение до падения и, глядя на ошарашенную покупательницу, сказала «Простите, сеньора». И мы возвратились к нашей гонке. Я поднял голову и увидел огромные часы на фасаде здания перед нами. На них было почти девять. Мы не успевали. А тут еще новое препятствие. Детский садик на прогулке. Огромная группа малышей. Они шли парами, держась за руки, и занимали весь тротуар. Невозможно было пройти. Мы спрыгнули на проезжую часть и продолжили бежать прямо посреди улицы. Таксист позади нас начал сигналить. «Вы с ума сошли, сеньора!» Закричал водитель, высунувшись из окна. «Улицу нельзя пересекать, где вздумается! Это что за лихачество такое?» Мама обернулась. Похоже, она собралась в очередной раз извиниться. Но вместо этого она обратилась ко мне. «Таксист, наверное». А потом схватила меня за руку и продолжила бежать, что есть мочи. «Давай, давай!» Подгоняла меня она. Таксист еще несколько раз яростно нажал на клаксон и, наверное, отругал нас, на чем свет стоит. На всякий случай я не смотрел в его сторону. Мы подбежали к пешеходному переходу. Огромные часы на здании впереди нас показывали без двух минут девять. На светофоре красный. Мама резко затормозила и сделала ладонью барьер на уровне моей груди. На улице не было ни одной машины, но мы почему-то стояли и ждали. «Ну теперь-то что?» спросил я. «Значит, бежать посреди проезжей части между машинами можно, а перейти на красный, когда на дороге нет ни одного автомобиля, нельзя?» «Светофоры надо уважать, Франциско», сказала моя мама очень серьезно. «Но улица же пустая», возмутился я. «Светофор – это святое», ответила мама. «Твой отец – муниципальный полицейский и множество людей на свете отдали свою жизнь за светофор. Это одно из величайших изобретений человечества, чтоб ты знал». «Ну хорошо», – сказал я. И вот мы стояли с высунутыми языками и ждали, когда загорится зеленый. Хотя на дороге даже вдалеке не было ни одной машины. Чтобы совладать с отчаянием, я начал считать пиканье светофора. Раз, два, три, четыре, пи-пи, пи-пи, пи-пи. Когда я дошел до тринадцати, светофор наконец-то поменял цвет, и мы снова понеслись как сумасшедшие. Одна минута десятого. Слишком поздно. Мы ворвались на автовокзал. Он был огромный, там было полно народа, но мы продолжили нестись без остановки. «Какая-то семья приезжих со множеством баулов посмотрели на нас осуждающе. В принципе, их можно понять. Только что мы чуть не снесли и не растоптали все их сумки. Они закричали нам что-то вслед на своем языке, но я не понял ни слова. Мы добежали до эскалатора и, перепрыгнув через ступеньки, спустились вниз. Моя мама толкалась и одновременно просила прощения, толкалась и просила прощения. Честно говоря, ей приходится извиняться очень часто. Наконец, мы на первом этаже. Откуда отправляются автобусы? Из-за шума, который одновременно производили множество двигателей, мы почти не слышали друг друга. Мама закричала. «Ты посмотрел, какая платформа?» «Конечно нет!» «Ответил я. Я же все время только и делал, что бежал за тобой. Тут десятки автобусов. Какой из них наш?» «Хотя наш, наверняка, уже ушел. Его отправление было в девять. А сейчас девять часов, одна минута и двадцать секунд. Пока мы отчаянно искали нужный автобус, мама достала мобильный телефон. Я изучал надписи на лобовых стеклах. «Мурсия», «Валенсия», «Саламанка», «Сьюдат Реаль». «Где же наш?» «Не отвечают», — сказала мама и положила трубку. Потерявшие всякую надежду, мы спустились на этаж ниже. Две минуты десятого. Наш автобус ушел. Ушел без нас. И тут я услышал голос позади себя. «Пакет, ну ты чего?» «Ес!» «Комуньес!» А рядом с ним Томео, Грустный и все остальные. Они сидели в автобусе и жестами звали нас. «Давай, заходи», — сказал Комуньес. Мы с мамой сделали последний рывок и запрыгнули в автобус. Водитель сердито посмотрел на нас. «Извините меня. Ребенок проспал», — сказала моя мать. «Ложь. Наглая ложь. Это она проспала. Я вообще практически не спал. Я так нервничал по поводу поездки, что не мог сомкнуть глаз». Наконец мы заняли свои места. Филиппе и Алисия, наши тренеры, поприветствовали нас. «Мы уже думали, что вы не придете», — сказала Алисия. «Это потому, что Франциско проспал», — повторяла мать свою дурацкую заготовку. Но меня это уже не волновало. Она могла говорить все, что угодно. «Главное, что мы успели. Мы вместе с командой. И мы отправляемся в путешествие». Я смотрел на Алену, которая сидела в задней части автобуса в последнем ряду, и улыбался как дурак. Наконец, автобус тронулся. Мы ехали туда, где я никогда не был. В уникальное место. Город с самым большим количеством небоскреба во всей Европе. Я смотрел на табличку на лобовом стекле автобуса и читал название, которое даже звучало, как музыка. Бенедорм. Меня зовут Франциско Гарсия Касас. И я собираюсь сыграть в турнире по футболу 7 на 7 в Бенедорме. Многие в команде называют меня пакетом. И хотя поначалу это меня раздражало, теперь мне все равно. Потому что, думаю, это такое же прозвище, как и любое другое. Для тех, кто не знает, моя команда состоит из Комуньеса, вратаря, Грустного, Томео, Мэрилин, капитана команды, Тони, Алены, не путать с Еленой, Аниты, Восьмого и меня. Мы не самые лучшие игроки на планете. Но зато у нас есть то, чего нет больше ни у одной команды, секретный договор, наш пакт футбольнейших. Наша команда называется Клуб Сото Альто. Как поется в песне, Сото Альто – кузница чемпионов. Сото Альто – тут нет пижонов. С детства и до взрослых лет Сото Альто – авторитет. Наши сердца с тобой, ты стал нашей судьбой. Где бы ты ни был, не забывай. Сото Альто – голы забивай. Сото Альто победит, дит-дит-дит. Сото Альто победит, дит-дит-дит. «Ну как?» – спросил отец Комуниеса, закончив петь. Мы молчали. Отец Комуниеса стоял в проходе автобуса. Судя по всему, он сам написал эту песню. Я посмотрел на его сына, который от стыда целиком вжался в свое кресло. Наверное, в этот момент он думал примерно следующее. «Земля, поглоти меня прямо сейчас. Пожалуйста». «Неплохо», – сказал Филиппе. «Очень оригинально», – добавила Алисия. «Если хотите, можем спеть все вместе», – воодушевился отец Комуниеса. «Думаю, ни к чему нам сейчас начинать петь ни с того ни с сего всем вместе», – сказала моя мама. «Предлагаю сделать это, когда песня будет окончательно доработана. Вот тогда и наступит самый подходящий момент». «Так она уже доработана», – настаивал отец Комуниеса. «Да-да, Кике. Но давить на ребят тоже не нужно. Они устали от поездки и, вполне возможно, совсем не хотят петь», – сказала мама. «Но как они могли устать от поездки? Мы отъехали от станции пять минут назад». Потом мама посмотрела на Кике, то есть на отца Комуниеса, и сказала «Чушь собачья». На этом дело и закончилось. Потому что, когда моя мама говорит «чушь собачья», разговор автоматически заканчивается. Правда в том, что песня была ужасной, и когда отец Комуниеса пел ее, стоя посреди автобуса, нам всем было довольно смешно, и мы не знали, что сказать. Вполне возможно, в какой-нибудь другой день мы бы начали хохотать изо всех сил, или даже стали бы плеваться в него жеванными комочками из бумаги и выкрикивать что-нибудь язвительное. Но только не сегодня. Сегодня отец Комуниеса был нашим героем, и он мог сделать все, что ему заблагорассудится. Спеть ужасную песню на весь автобус или даже совершить что-нибудь еще более жуткое и не услышать от нас ничего в ответ. В чем причина? А в том, что вся эта поездка была организована благодаря ему. Кажется, я уже говорил, но повторюсь, если кто-нибудь еще не понял. Мы ехали на автобусе в Бенедорм, чтобы сыграть в футбольном турнире. В первый раз команда Сота Альта участвовала в настоящем турнире. Во время учебы мы играли в Лиге Интерцентрос, но это не в счет, потому что в Лиге Интерцентрос играют все школьные команды на свете. В Бенедорме же должен был состояться самый настоящий турнир, в котором примут участие одни из лучших детских футбольных команд. После того, как мы выиграли последнюю игру Лиги и были спасены от перехода во второй дивизион, отец Каммуниеса так обрадовался, что сказал, что сделает нам всем отличный подарок, такой, который мы никогда не забудем. И этим подарком оказалось то, что он записал нас на международный турнир по футболу среди детей в Бенедорме, более известный как Тифип. У отца Каммуниеса есть свое туристическое агентство в городе, так что он мог организовать такое. Потом, правда, выяснилось, что подарок немного странный, потому что оплачивать поездку должны были наши родители. «Вот ведь наглость!» – воскликнула мама Аниты. «Не то слово!» – сказал отец грустного. «Потише!» – начал защищаться Кики, отец Каммуниеса. «Я добился для наших детей места в самом важном турнире лета. Автобус и отель я бронирую по себестоимости. Да я чуть деньги не потерял на этом». Некоторые родители продолжали утверждать, что Кики – бессовестный тип. Но поскольку мы уже были зарегистрированы, и всем так хотелось поехать, в конце концов взрослые решили раскошелиться. После долгих обсуждений было решено, что на турнир поедут 9 членов команды – Алисия с Филиппой, двое наших тренеров, а со стороны родителей, чтобы присматривать за нами – моя мать и отец Каммуниеса. Итого 13 человек. Некоторые говорят, что 13 – неудачное число, но я не верю в такие вещи. Чего мы никак не ожидали, так это того, что помимо игры в футбол, во время турнира нам предстояло разгадать тайну, куда более запутанную, чем загадка спящих арбитров. Кое-что, что совсем не было детской забавой. Но обо всем по порядку. Когда мы приехали в Бенедорм, первым делом мы сделали то, что сделал бы кто угодно на нашем месте. Мы отправились на пляж.